2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. И хотел бы начать с того отрывка Писания, которым делился год назад здесь. Апостол Яков в своем послании сказал, что мы должны откинуть всякий грех, принять Божье Слово, а потом применить его в нашей жизни. Поэтому сегодня буду говорить о первой части, буду говорить о грехе, чтобы мы его могли откинуть, чтобы на ретрите мы могли принять Слово, а после ретрита, чтобы этим Словом мы могли жить. Слышал кто-то из вас когда-нибудь о грехе? Некоторые из вас слышали. Кто-то сказал, что с грехом это как с загаром. На początku скура есть гладкая и такая блестящая, а потом такая сморченная, как старая сливка. Мамы в Польше такое поведение, что милые сом злого початки. И в Польше у нас такая поговорка, приятное злого начало. Но жалостный конец. Если ведь мы хотим как можно больше пережить во время ретрита, то мы должны откинуть всякий грех. И мысли, что то, что сегодня будет улучшить во время ретрита. И верю, что все, о чем мы будем говорить, сделает для нас проще, чтобы принять все то, что будет говориться на ретрите. А хотел бы поделиться с нами тремя истинами о грехе. Очень важными. Очень практичными. И это будет для всех из нас предостережение. За грехом стоит дьявол. Иисус сказал, что в дьяволе нет истины. Он приходит, чтобы украсть, зажинать, убить и погубить. И послугует себя грехом. Грех является очень опасным вопросом. Кто из вас когда-то скотчил в такой горожный день, скотчил разгрзанный до зимной воды? Кто из вас когда-нибудь прыгал в такой горячий день, жаркий день в холодную воду? Вскакаешь в такую воду и думаешь, о, как неприятно. А потом говоришь, Боже, как хорошо. А с грехом есть отвертнее. Когда разогретый прыгаешь в грех, сначала говоришь, о, Боже, как хорошо. А потом, Боже, как холодно. Поэтому грех является очень опасным. Это первое такое переживание. Ну, в любом случае, давайте поговорим о трех правдах, истинах о грехе. Буду использовать несколько библейских историй. Начнем от 2-го царства, 11-я глава, и 3-й стих. 2-й стих. 2-е царство, 11-я глава, 2-й стих. Итак, однажды под вечер, Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. И та женщина была очень красива. Так, так, так. Знаете эту историю, правда? Знаете, наверное, эту историю, правда? В этом фрагменте еще ничего плохого не случилось. То ничего плохого не случилось. Вообще ничего плохого не происходит. Ну, в общем, Давид увидел красивую женщину. И все. Но давайте прочитаем дальше. Можно сказать, что здесь ничего плохого не происходит. Прежде всего, в общем-то, о такой невинной информации, на которую царь имеет право. Думаете, что Давид от самого начала запланировал то, что позже произошло? И вы думаете, он что, вышел на крышу, потянулся и сказал, ну, сегодня буду прелюбодействовать. На pewno не. Есть всего нет. Эта история началась от лени. На pewno уже о том слышали. Давид должен быть на войне, а не в лужке. Мы слышали, наверное, да, что Давид должен был быть на войне, а не в кровати. Началась от лени, от греха лени. Потом пришла порционливость очу. Потом пришло желание глаз. Потом пыха живота. Я jestem кролем, могу ее иметь. Потом гордость житейская. Я король, я царь, могу ее иметь. А потом порционливость чела. А потом похоть плоти. Пречитаем четвертый век. Давайте четвертый стих прочитаем. Давид послал слух взять ее, она пришла к нему, и он спал с ней, когда же она очистилася от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. И тут начинается первая правда о грехе. И здесь начинается первая истина о грехе. Во-первых, грех допровадит тебя далее, чем сам хотел бы путь. Во-первых, грех приведет тебя дальше, чем ты хотел бы сам пойти. В Библии читаем, что когда порционливость почнет, родит грех. В Библии читаем, что когда похоть начнет, родится грех. А когда грех доижеет, родит смерть. А когда грех созреет, то будет рождена смерть. То есть такая сила ciąгу греху. Это есть такая сила притяжения греха. Это всегда правда. Грех заберет тебя дальше, чем ты намереваешься пойти. И эта правда, эта истина видна во многих людей, в жизни многих людей в Библии. На pewno wszyscy знаете старотестаментового патриарха Якуба. Помните, как он носил злость в своем сердце до своего брата Эзава? Злость в своем сердце к Исаву. Украл у него первородство. И потом было много, много терпения. Если ты имеешь какое-то злое отношение к кому-то, этот грех, он затянет тебя еще дальше. А помните крыла Саломона? Мел огромную, глубокую релацию с Богом. Мел большую, глубокие отношения с Богом. Большие. Но также имел большое увлечение языческими женщинами. Мел 700 жон. И имел 700 жон. 300 наложниц. 300 наложниц. 700 жон. Если бы кто-то когда-то ему сказал, что он отойдет от Бога, он наверное бы просто смеялся бы над этим человеком. А что случилось с ним? Но давайте вернемся к Давиду. Пятый вирш. Женщина эта сделалась беременной и послала известить Давида, говоря, я беременна. Помни. Грех всегда заберет тебя дальше, чем ты хотел бы пойти. А помните Анания и Сафиры, и что они делали? Это было такое невинное. Они хотели, чтобы их Кощество узнал их. Докенил их. Завернил их. Вымыслили, чтобы они увидели их. Вымыслили, чтобы они имели такой маленький подстав. По то, чтобы Кощество zwróciл на них увагу. Хочели так хорошо выглядеть перед ними. Хочели выглядеть на более духовых, чем они были. Спредали więc калауэк własности. И удавали, что целое, все деньги отдали до Кощества. Это такая маленькая штука. Это маленькое осуществление. Поверь, когда говорили о том в доме, не думали, какие трагичные будут этого konseквенции. Грех заверш заберет тебя дальше, чем ты хотел бы пойти. Запоминайте это. грех запроводзи тебе дальше, чем ты хотел бы пойти. Идьте до другой правды о грехе. Давид пополня кузовуство. Давид делает первое имя. Батреба чтобы она зашла в циунжи. Чтобы он с ней жил, чтобы от него была она верена. Чтобы на него срючить циунжи. Чтобы на него перекинуть эту беременность. Но, как вы знаете, Уриаш не хотел ищить до дома. Вы знаете, что Урия не хотел идти домой. Скоро его жоуниверы с на полу битвы, он не будет с женой в лужку. Если мои солдаты на поле битвы, то что, я буду с женой в кровати бежать? Тогда Давид уместит на первой линии битвы, чтобы его убили. И это случилось. А сам остаточнее пощлубил Батребу. Помышлено о том. Той ночи, когда привел Батребу домой, думал, что это маленький залет, маленький такой скачок. И спокой. И все. И здесь появляется вторая истина греха. говорит, что грех затянет тебя дальше, чем ты хотел бы пройти. А вторая истина о грехе. говорит о том, что грех останется дольше, чем ты хотел бы, чтобы он оставался. греха. Не знаю, не знаю, что у вас такая рощина, как грех, что прицепит до псевого огона. Не знаю, есть у вас такой, как этот, нет, который на лобках растет, репей. Репей. Так есть грех. Знаете, собакам хвосту. Вот, такой вот грех такой же. В этой ночи, когда Давид увидел батшевым, это был только один акт. Но грех имеет свои когти. И он эти когти вбивает в нас. И запоминай, держи дольше, чем ты хотел, чтобы он оставался. Так само было со вспоминанием прежде меня Якубом. Правдоподобнее не сдавал себе справы, что когда по раз первый начался укрывание злых чувств против своему брату, что будет случилось на протяжении лет по этим выдашению. Первый раз, когда он имел злое отношение к своему брату, он не осознавал, что будет происходить через годы. Послушайте внимательно. Потому что грех, который не под контролем, будет держать тебя дольше, чем ты бы хотел этого. А Саломон? А Саломон? Грех его на tyle держал долго, что был готовый сбудовать олтарь для Кемоса и Молоха. Грех настолько сильно и долго держал, что он был готов построить олтарь Молоху и другим Божествам. Сбудовал олтарь фалшивым Богом, которым люди складали в оферже свои дети. Он построил святыни чуши богам, которым люди отдавали жертву своих детей. Божествам что премь на Гори на Гори на Божествах на Божествах против гуры, на которой он создал святыню для правдивого Бога. Против той горы, на которой построил храм для настоящего истинного Бога. Для того, чтобы люди узнали этого истинного Бога. Можете себе выобразить, что человек, который просил Бога о мудрость и ее отримал и сбудовал для Бога святыню, за какой-то час, на скуток того, что грех сего погрепил, сбудовал святыню для фалшивых Бога. Можете ли представить, что человек, который просил мудрости от Бога, чтобы управлять, через некоторое время построил идельские капюши для завершения других Богов? То есть правда о греху, что он прицепляет так глубоко в наше жизни. А помышляем о Ананиасе и Сафире. Этот грех уцепил их так сильно что занесли его перед апостолом и целый Кощество. Манифестуют что-то, что не было правдой о них. Грех заберет тебя дальше, чем ты хотел бы пойти. Грех остается дольше, чем ты хотел бы. И сейчас третья истина о грехе. Давид стал судзо ложником и мордерцем. Детко, которому się уродзило с Батшебы, змерло. Ребенок, который родился от Версавии, умер. Его зашилощ с Богом была взорвана. Его отношения с Богом были разорваны. Его грех zostaал знан в целом краю. Его грех стал известен во всем стране. И по-за границей даже. Какой это был стыд. Позор. Это стало пламом на сердце Давида. И Бог выповедял ему свою дисциплину. Бог сказал, что меч не отверти себя от его дома. Его сын Амон згвалтил свою систрю Тамар. Его сын Апсалом, которого так bardzo коха, которого так сильно любил, выповедял ему войну. Давид заплати огромную цену за одну ночь греха. Память по-перше, грех запроводит тебе дальше, чем ты хотел бы пойти. По-друге, позастает душе, чем ты хотел бы идти, чтобы остаться. И по-третье, чего учимы чем ты в состоянии представить. Якуба стоило 21 лет отделения от родины. 21 лет прерыва в отношении его с братом. 21 лет прерыва в отношении с братом. Я езждаю до Соединенных Соединенных спотекаю Polаков, которые уcieкли из Польсии от своей родины. Знаете, когда я лежу в Америку, я встречаю крилических Поляков, которые убежали от своей семьи. Не видели своих детей от уроднения. Не видели своих детей от рождения. Не имеют контакту со своим родственством. Не имеют связи со своим родственством. Не имеют отношения со своими родителями, которые во время их отсутствия уже умерли. И знаете, что видим в их жизни, когда с ними разговариваем? Видим в них огромное, огромное терпение. Так было с Якубом. Так было с Якубом. Знаете, что еще ему это стоило? Никогда уже больше не увидел свою возлюбленную маму. Змарла, за ним вернулся до дома. Грех стоило больше, чем он это себе представлял. А помните, что стоило Саломона? Грех стоило ему больше, чем он себе представлял. воин, противополитие его сыновей. Непокои в целом кролестке, а в конце его подзял. А помните Ананияша и Сафиры, что их стоило? Ни менее, ниж меньше, как собственное życie. Ни много, ни мало их собственная жизнь. Стали się знани в целом Кощеле, на przestrzeni церковной истории. А это все с одного причины. Хотели уходить за других, чем они на самом деле. А сейчас моя история, когда я хотел быть другим, чем я являюсь. Гдя был пастером в моем родинном городе. Мiałem такой добрый обычай, что моллил себя перед наборже стремлением. Замыкаем себя в покои детском. Клэкаем перед окном. И моллился. Это было окно, с которого было вдач дорогу до кощества. Видите, как люди шли. Это окно, с которого была мина до церковь. Зачем модлить. Модлился горько. Скошил мою модлить. Поднеслся немного. И zobaczyлся, что надходят люди. И начался снова модлить. Но уже не для того, чтобы увелить Бога. Но чтобы люди увидели, какого mają побожного пастора. Хоча уходить за более побожного niż jestem. И знаете, где до моих моделлся? До суфита в нашем будинку. Ананияш и Сафира были первые люди в церкви, которые уходили за более побожных и духовых niż фактически были. Грех стоил намного больше, чем они себе представляли. Когда-то в одном из рассказе о грехе читал историю о человеке, который очень любил ловить рыбу. Выбрал себя на рыбу, но сначала шукал прины. И знал эту прины в пне старого дерева. Оказалось, что это были такие велкие робаки. Такие здоровые червяки. И вынимал их руками и вытаскивал их руками и кидал их в коробку. И даже один из этих червяков или жуков он кусил и он даже не начал ловить рыбы, а они брали выручок. Выciąгаал огромные сумы один за другим. И не zwróciл уваги на то, что в pewnем моменте ręка ему немного почервеняла. Потом спухла. Потом начала дрэнтwieть. А потом, когда хотел рушить, уже не имел силы. На счастье появился полицейский, которому он сказал, что случилось. И когда высушал оповедания о по лове рыб и о попросил, чтобы он показал, где есть это вядро с принытой. И когда он услышал эту историю о наживке, он попросил показать, где это вядро с этой наживкой. Оказалось, что принытой были молодые грехотники. грехотники, это кобра, вонш, снег. Это короче говоря, змеи. Маленькие змеи, настоящие. И заним его полицейский довез до шпитала, он уже не жил. А выставило, хватило? Выставило, чтобы появились первые обявы, удач себя до шпитала. По первое, грех доprowadит тебе дальше, чем ты хотел бы. По друге, позастает душе, чем ты хотел бы. И будет тебе больше, чем ты представляешь. Что мы можем сделать сегодня? И так, что мы можем сделать сегодня? Это просто послание. Это послание не только перед ритритом, но это послание перед каждым днем, который Бог нам дает в Каждый из нас хочет как больше от Бога. Каждый из нас хочет слышать Бога. Но живем в świecie, который нас. Ты, я и Кожел мы трех врагов. Первый враг это диабел. Другий враг это наша natура склонная до греха. А третий это мир, в котором мы живем. И все эти три силы послуживают грехом. грехом. Никогда не приходят они с написом ото грех, который проводит тебя до злых konseквенций. Никогда они не приходят с таким плакатом вот этот грех, который приведет тебя серьезным последствием. Показывают грех в прекрасном опаковании. Но потом konseквенции ужасны. Во-первых, грех запроводит тебя дальше, чем ты хотел бы пойти. По-друге, pozostание душе, чем ты хотел бы, чтобы zostaал. И по-третье, зруйнует тебе życie bardziej, чем ты встанешь себе выобразить. Бедди красот. разрушишь твою жизнь больше, чем ты себе представляешь. Что можешь więc сделать сегодня? Послушаем псалму 32. Давайте послушаем 32. Так, 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 псалом. 132. А, 32. 32, извините. Итак, радуйтесь... А, не, не, то у вас есть один, то у вас есть один. То первый будет, так? Или третий. Хорошо. Псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен, которому Господь не уменит греха, и чем духи нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь я хотела надо мною рукава. Я свежесть моя исчезла в теплитнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. И сказал, исправили мосту до преступления моего, и ты снял с меня вину греха моего. И Псалом 51. И 50. Псалом. А 50. Да. Когда начальнику хора, Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версалию, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедро Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда прием Тебе, Тебе и делом согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал так, что ты правильен в приговоре твоем, и чист в суде твоем. Вот, я в беззаконии зачатый, во грехе родила меня мать моя. Вот, ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Откропи меня и сопом, и буду чист, помой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье и возрадуйся кости тобою сокрушенные. Отврати лица твоего от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое, сотворимо мне Божий иду, правый и оплави внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего и Духа твоего святого не отними меня. От меня возврати мне радость спасения твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоих и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от крови Божия Божия спасения моего и язык мой восхвалит правду твою. Господи отрезай уста мои и уста мои возвестят хвалу твою ибо жертву ты не желаешь я дал бы ее все сражению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный сердца сокрушенного и свиренного ты не призришь Божия облагодительствует по благоволению твоему силу воздвигни стены Иерусалима тогда благоволны будут тебе жертвы правды возношение и всесожение тогда возложат на алтар твой телец а в инном месте Библии читаем что кто укрыва выступки не ма поводзения что тот кто прикрывает грехи не имеет успеха но кто их вызнает и порзуца но тот кто признает их и отказывается от них кидает их не треба быть великим пророком чтобы вредить что в среди нас в этом зале не как крол Давид только прехидают по бальконе своего жизни не Некоторые из нас начинают уже интересовать и черпать информацию, а некоторые из нас может уже пошли так далеко, как в конце пошел отца Давид. Но в общем-то не важно, в каком из этих отрезков ты сегодня находишься, можешь пережить Божье прощение, можешь остановиться в том месте, в котором ты находишься, потому что если этого не случится, грех заберет тебя дальше, чем ты хотел бы пойти, а остается дольше, чем ты хотел бы, чтобы он остался. И знижит твоё жизнь больше, чем ты это себе представляешь. И думаю, что именно поэтому Бог посылает сегодня к нам это слово, чтобы нас остановить, потому что он хочет нашего добра, потому что он хочет нашего исполнения. Он хочет нашего исполнения, чтобы мы были в полноте. Он хочет, чтобы мы вошли на такие уровни жизни, которых мы не можем себе даже представить. Поэтому я сегодня тебе говорю, остановись. И Бог говорит тебе, признай свой грех и откажись от него. Не только признай, но откажись от него. Потому что Бог не только приходит с прощением. Он приходит с силой, чтобы мы не делали больше тех вещей, которые его не прославляют. Это хороший момент, чтобы остановиться и принять Божую правду о прощении. И отвернуть себя от того, что Бога не хвалило. Кто же из нас не знает этой обетницы, которая есть записана в первом листе Яна? Кто же из нас не знает этого обетования, которое в первом позвании Яна записано? Если вызнаемы грехи свои, верный есть Бук и справедливый. Верить и праведливый Господь. Отпусти нам наши грехи. Отпусти нам наши грехи. И очищи нас от вселенной неправости. И очищи нас от всякой неправды. В первом народном парке росло потяжное дерево. Росло огромное, сильное дерево. Наговцы ствердили, что пережило оно много ураганов. Что пережило оно множество ураганов. Много трясений. Много землетрясений. И много других таких ужасных вещей. А в один день просто упало, оно полностью упало. Зробено исследование провели. Почему оно упало? Оказалось, что причиной был маленький червячок. Который потихоньку подгрызал в лук на этого дерева. Поэтому сегодня Господь хочет показать тебе грех. Что он намного страшнее, чем ты себе представляешь. И повторяю это в десятый раз. Он позитает душе, он запроводит тебя дальше, чем ты хотел бы. Он останется дольше, чем ты хотел бы. И он докона destrucción о величей, чем ты себе представляешь. Он произведет разрушение намного больше, чем ты себе представляешь. Хаба, что сегодня вызнаешь свой грех и порзучишь. И просишь, потому что Збавитель уже за него умрался. И послаешь своего Духа Святого, чтобы дал тебе силы, чтобы ты не возвращался к нему больше. Но все начинается от признания. Все начинается от признания. Все начинается от признания. Похылем наши головы. Давайте склоним наши головы. Прошу, замкните наши очки. Прошу, давайте закроем все наши глаза. Не разглядайся. Давайте не будем рассматривать вокруг. Это очень важная и интимная chwила. Это очень важный и интимный момент. Это Дух Святый. Он должен убедить нас о грехе. О справедливости. Он напоминает нам и о судье. И о суде. Он нас доprowadза до Божего пребачения. Он приведет нас к Божьим упрощениям. И дает нам силы, чтобы мы не возвращались к нашим грехам. Но все начинается от нашего признания. Когда мы имеем закрепленные глаза и наклонены головы. Кто из вас хочет сегодня сказать, что это было слово ко мне? Потребует помощь. Дайте знать через поднесение руки. Я знаю, что это трудно признать, что это было слово ко мне. Но это шаг к исцелению и освобождению. Поднимите свои руки. Я хочу вас помодлить. Дякую за вашу уважение. Пане, сегодня мы перед тобой. През тем, который все наши грехи взял на себя. И дај нам пребачение. Пане, видишь, что змагаем мы себя в своем жизни с грехом. А сегодня нам помнил, что Он может нас забрать дальше, чем мы хотели бы. Остаться душе, чем мы себе представили. И уничтожить нас намного больше, чем мы себе представили. Поэтому сегодня приходим с признанием наших грехов. А Твое слово говорит, что если вызнаем, то Ты пребачешь. А сейчас прошу тебя, чтобы Твой Дух Святой был нашей силой в победе. В каждой дневной жизни. Когда змагаем мы себя в дьяволе. Когда змагаем мы себя в нашей грешной природе. Когда змагаем мы себя в нашей грешной природе. То мы почем тебе поблагодарить. За то, что дачешь нам zawsze zwyтиество в Язусе Христове. За то, что ты всегда нам даешь победу в Язусе Христе. что грех не будет уже больше падать над нами, потому что мы под Твоей милостью. Пани, дякуем Тобе за это. Дякуем Тобе за этот поранок и отдаем этот день и нашу жизнь Тобе. Будьте увелблены. Аминь. Аминь. Застаньте с Богом. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Год поста, молитвы и поклонения. Год поста, молитвы и поклонения.